Привет, вы на канале Денису Микрофона. Вы знаете, мне всегда казалось, что монах, он уходит от мира. И, конечно же, это не тот человек, который должен всеми силами стремиться к какой-то медийности, узнаваемости, прокачивать какой-то свой такой личный бренд, получать всевозможные какие-то заслуги, значки всех видов, научные звания и прочее, прочее, прочее. Но в то же время мы вот видим все чаще другую совершенно картину мира. И нет, я не о тех, кто там устраивает провокации, сидя перед камерой и рассказывая о своем особом духовном состоянии, не особом духовном видении, я говорю с вами об одном из предстоятелей поместных православных церквей. Я наблюдаю давно за деятельностью патриарха Варфоломея, я лично освещал его визит в Киеве, я потом ездил за ним и был на его визите в Будапеште и потом в Варшаве, и все это мне очень-очень интересно. К сожалению, я не мог быть в Австралии, где он побывал недавно, но я могу пройти по страницам новостных изданий, в частности, Orthodox Times, одного из таких новостных сайтов, который находится под сильным влиянием фонара, и почитать некоторые новости. И визит был яркий. Не такой яркий, как в Украину. Там не выстраивали огромную армию людей из разных каких-то спецподразделений, военизированных структур. Там, наверное, не заставляли через рамки металлодетектора проходить всех от какого-то священника ПЦУ до простых мирян, которые приехали посмотреть на патриарха Варфоломея, хотя их было совершенно не так много. Но в то же время все было достаточно пафосно. Он встречался там и с журналистами, и с духовными лицами, и с политиками. И, в общем-то, есть на что посмотреть, есть кадры визита, можно найти видео, можно найти какие-то фрагменты, можно найти его речи. И финалом, финалом этого визита стал памятник. Как говорится, я памятник себе, но почти. Памятник воздвигли ему, и он даже увидел свой прижизненный памятник. Судя по его улыбке, его реакции, ему это очень-очень понравилось. Это очень порадовало патриарху Варфоломею. И вот памятник, который открыли на территории свято-пантелеймонового монастыря в Мельбурне, архиепископ Макарий красноречиво описал создание этого скромного, хотя далеко не скромного памятника, во время церемонии открытия, которая состоялась во вторник, 15 октября, в присутствии Вселенского Патриарха Варфоломея. Как объяснил архиепископ, они хотели, чтобы воспоминания об эстерическом визите Патриарха имели постоянную точку отсчета, символ, который навсегда станет свидетельством для нынешнего и будущих поколений о том, что Патриарх посетил нашу страну и благословил народ нашей епархии. Причем, что интересно, назвали его Патриарх Нации, Патриарх Народа. Возможно, имелось в виду то греческое сообщество, которое есть в Австралии, потому что, как вы понимаете, Вселенского Патриарха с Австралией связывает совершенно немного. Ну, либо действительно хотят его максимально возвысить, сделать из него такого восточного папу, и такая тенденция, она прослеживается, к сожалению. И такая вот цитата. «Мы верим, что искусство обладает уникальной силой, оно выходит за рамки того, что можно увидеть и услышать. Оно говорит с нами, даже когда слова замолкают. Оно пробуждает глаза нашей души, чтобы мы могли увидеть то, что с трудом видят физические глаза. По этой причине, веря в открывающуюся нам силу искусства, мы решили посвятить скульптуру благословенному визиту нашего Патриарха, надеясь, что она позволит нам почувствовать его присутствие среди нас». Статуя изображает Вселенского Патриарха, сидящего в естественно непринужденной позе, с руками спокойно лежащими на коленях, и с книгой, на которой на греческом и английском языках написано «Устав церкви». То есть никого не смущают ни слова на греческом, и службы там, вероятно, были на греческом. Никто там не кричал «Чому на Доржавную?». Удивительно, правда? Вот совершенно другие традиции, совершенно другая культура. И, казалось бы, надо поучиться. Вот-вот, пожалуйста, тот человек, которого вы считаете своим патриархом, за которым вы готовы идти, так извлеките для себя какие-то уроки. Но нет, наоборот, вот здесь все по-другому. Вот все по-другому хотят сделать у нас. «Я считаю, что общее впечатление от статуи передает ощущение простоты и смирения, качеств, которые, по общему признанию, украшают личность нашего Вселенского Патриарха и делают его таким доступным и любимым его духовными чадами и всеми, кому почастливилось знать его лично», отметил архиепископ Маккари. Но, скажем так, скромность и памятник как-то понятия не очень совместимые. Ну да ладно, захотели они поставить памятник Вселенскому Патриарху? Поставили. Но почему нет? И, как видим, Патриарху это понравилось. Но я бы хотел с вами обратить внимание на одну его речь, очень интересную и показательную речь, которую он произнес во время официального ужина, который был устроен в его честь в центре мира, в Мельбурне, в понедельник, 14 октября, вот за день до открытия этого самого памятника. В своем обращении Патриарх Варфоломей подчеркнул уникальные блага, которыми пользуется народ Австралии, где политическая и религиозная свобода являются основополагающими реалиями. То есть Патриарх Варфоломей понимает важность религиозной свободы, о политической мы уже не говорим. Мы понимаем, что у нас просто зачищена вся оппозиция в Украине, что у нас просто не может быть другого политического мнения и, в общем-то, поговорим о религиозной свободе. Тем более, что политика не является темой нашего разговора и темой этого блога. Вот религиозная свобода, которая нарушается, религиозная свобода, которая попирается, когда даже конституционные права граждан на них в буквальном смысле их топчут ногами. И мы видели это в Черкассах во время этого жесточайшего захвата, мы видим это с вами во многих других городах, мы видим это, к сожалению, на законодательном уровне. Взять хотя бы тот же законопроект 83-71, который прямо нарушает права граждан, право на свободу совести и свободу вероисповедания. И здесь, казалось бы, Вселенский Патриарх говорит о том, насколько важно, что в Австралии это сохраняется. Но почему не звучат его, и его, и его окружение, голоса о том, что в Украине совершенно другая ситуация. Он много повторяет, что он отец, что он заботится, что для него это важно, но в то же время почему-то не видно, в чем конкретно эта важность. Я помню, когда он приезжал в Варшаву, он встречался с украинскими беженцами, и было объявлено тогда, и дипломатический корпус Украины принимал активное участие в организации этой встречи. Я даже тогда говорил с представителем дипкорпуса, и брал у него небольшое такое интервью. И как бы было сказано, что он привезет какую-то помощь, поддержку для людей, и я спрашивал у людей, что привез им патриарх Варфоломея, и они сказали, что он о нас помолился. И молитва, она безусловно важна и нужна, и без нее никуда. Но там людям зачастую были нужны какие-то элементарные необходимые вещи от зубной пасты до какой-то сменной одежды, потому что многие остались безо всего. Но в то же время это вот оказали эту помощь им уже польские православные, и там огромная была работа проведена, она, наверное, ведется до сих пор. Я видел эти склады, я видел этих людей, эту просто невероятную работу, о которой мне рассказывали, которую я мог увидеть своими глазами. Правда, сделанную не патриархом Варфоломея. Но важно вот посмотреть, посмотреть, что же еще он тут сказал. И как вы понимаете, вот об этом не будут рассказывать какие-то околоцерковные СМИ. Понятное дело, не будут рассказывать светские СМИ, об этом не расскажут в телемарафоне едыны-новыны. Потому прошу вас поддержать канал Дениса Микрофона, как такой рупор независимой религиозной журналистики, как источник информации для очень многих людей. Поддержите, пожалуйста, по ссылкам в описании. И помните, что особенно канал нуждается в ваших молитвах. Он высоко оценил приверженность страны правам человека, безопасности и благополучию своих граждан, представив австралийское общество как образцовую модель свободы и прогресса. Мы можем представить, что там вот разонравилась им греческая церковь, и они вот решили ее запретить. Не можем. Не можем представить, чтобы там запретили какую-то религиозную организацию. Чтобы просто кому-то из политиков захотелось там разыграть религиозную карту, и вот он решил бы так порадовать какую-то часть своих избирателей. Можем там представить, что там будет штурмовать кафедральный собор, и внезапно его захватят, и внезапно сфальсифицируют документы, и внезапно его передадут другой религиозной структуре, или вообще городскому совету. Ну, конечно же, не можем. В любом адекватном государстве есть и сменяемость власти, и уважение права частной собственности, и соблюдение законов, и соблюдение собственной конституции. Но когда это все нарушается, когда кто-то там на троне слишком долго сидит, и никак его уже не могут оттуда спихнуть, хотя пора ему уже уйти много лет назад, или много месяцев назад, не суть важна. Или когда вот нарушается права частной собственности, вот захотели, отобрали у церкви, захотели, дали другой, и никто ни за что не отвечает. Это все очень плохие такие звоночки, на которые, конечно же, нужно реагировать, и о которых нужно и важно говорить. И здесь вот с одной стороны Вселенский Патриарх показывает на Ван Думбаде, так вот, прогресса, свободы, а с другой стороны, он на это просто не обращает внимания, как будто бы этого нет. Несмотря на этот оптимистичный образ, Патриарх выразил глубокую скорбь по поводу сохранения глобальных конфликтов, подчеркнув, что национализм, культурные и религиозные различия, геополитические интересы и экономическая жадность продолжают разжигать разногласия во всем мире. Он выразил сожаление по поводу того, что в этих конфликтах происходит дегуманизация, отметив, что и наиболее уязвимые члены общества, особенно женщины и дети, несут на себе основной удар таких конфликтов. Обращаясь к представителям других церквей и религиозных групп, присутствовавших на встрече, он призвал мировое христианское сообщество проявить солидарность и выступить против войн, насилия и несправедливости, признавая, что влияние религиозных лидеров может быть ослаблено внутренними разногласиями в христианстве и даже в православной церкви. Патриарх подчеркнул важность единства, повторяя призыв Христа к любви и единству среди верующих. Он также подчеркнул необходимость диалога как единственного пути к примирению и миру, признав ведущую роль Вселенского Патриархата в содействии межхристианскому и межконфессиональному диалогу. Но здесь, возможно, он намекает на свои отношения с Папой Римским, на желание Вселенского Патриархата перейти на католическую дату празднования Пасхи или на что-то еще. И вот фраза, которая очень-очень интересна. Патриарх указал на предоставление автокефалии Православной Церкви Украины как на важнейший шаг для сохранения единства в православии. Хотя мы не видим, что это принесло единство внутри Украины. Мы видим, наоборот, что углубляется этот самый религиозный раскол. Он становится больше, он становится сильнее. Он становится, я бы даже сказал, больнее. Потому что мы видим, как по-живому режут какие-то общины, и когда территориальная община принимает решение вместо религиозной. Мы видим, что доходит до столкновений, когда сторонники ПЦУ в буквальном смысле штурмуют святыни. Мы видим с вами, что, пользуясь поддержкой каких-то людей при власти, как тот же мэр Бондаренко, они устраивают какие-то свои, ну, я не знаю, дешефты для того, чтобы отнять какие-то святыни Украинской Православной Церкви. И об этом здесь не говорится. Но показана роль великого, великого Вселенского Патриарха. Вот хорошо бы, чтобы и об этом говорилось. Хорошо бы, чтобы показывали реальную картину. Что на самом деле происходит. Что на самом деле мы имеем. Что, к сожалению, говоря «мир», мы получаем вражду. Что, говоря о том, что как все хорошо и замечательно, за этим шагом мы получаем, наоборот, усугубление этой самой проблемы. Но, понятно, там ему никто вопросы не задавал. Никто не задал вопросы, почему же так много православных Австралии не станут своей поместной православной церковью. Православной церковью Австралии. Почему же там до сих пор такая вот метрополия? Почему же там до сих пор есть просто отделение Вселенского Патриархата? Почему бы им не дать возможность быть своей поместной церковью? Есть такая философия «отдельная страна, отдельная церковь». Вселенский Патриарх – один из тех, кто этой философии придерживается. Почему бы не показать это в действии? Мы помним, что он не признает автокефалию православной церкви Америки, например. Но он может все же сделать что-то в Австралии, показать пример. Ведь гораздо проще, наверное, решать какие-то свои вопросы в Украине, где есть люди, которые заинтересованы в ангажировании Вселенского Патриархата. Но, наверное, не так интересно играть на этом поле в Австралии. А интересно просто-напросто контролировать ситуацию. Там, тем более, памятники даже ставят. И там ведь все нормально с политическими свободами, религиозными. Можно ни о чем не беспокоиться. То ли дело здесь, где все эти проблемы надо решать. И, как минимум, на них нельзя закрывать глаза. И нельзя сказать, что ты этого всего не видишь и не знаешь. Всего этого бесчинства, безобразия, беззакония, о котором мы говорим каждый день, не уставая и не переставая. Потому что права человека, прежде всего. Право верить, право исповедовать свою веру, право оставаться в своей церкви. И даже Вселенский Патриарх так считает. Правда, к сожалению, к сожалению, какие-то дела мы видим иначе. И они говорят нам о другом. Но не теряем веры, не теряем надежды. И знаем, что были разные времена, но церковь проходила через них, проходила через все эти испытания. Потому что врата адовы ее не одолеют. Поддержите канал Денису Микрофона. Максимально распространите это видео. Поделитесь со всеми, с кем только можете. Подпишитесь, если вы этого еще не сделали. И до скорой встречи.